Сегодня мы беседуем с человеком, которого, наверное, никому не надо представлять. Это дважды Герои Советского Союза, летчик-космонавт СССР Алексей Архивович Леонов. Тот человек, который был первым в мире, вышедшим в открытый космос. И тот человек, который, между прочим, мог бы оказаться на месте Нейла Армстронга, или даже раньше его, в процессе подготовки программы облета Луны и посадки на Луну. Но мы, конечно, об этом немножечко поговорим, но начнем. Алексей Архивович, спасибо, что согласились на это интервью. С самого простого вопроса. Вы только что посмотрели «Планетарий Казанского федерального университета». Вы впервые вообще в Казанском федеральном университете. А стандартный шаблонный вопрос в нескольких словах. Впечатление? Знаете, у меня одна из любимых икон – икона Нечаянной Радости. Вот вчера, во время моего посещения университета, я должен был поклониться иконе Нечаянной Радости. Я увидел то, чего даже не предполагал. Я многих университетов знаю, наших, московских, зарубежных, и Оксфорд, и Кембридж. Конечно, это не Оксфорд. Но для нашей страны это, конечно, великое учебное заведение с очень большими традициями. Я увидел, первое, что здесь чтится вся история от закладки университета и фамилии, имена тех, кто это сделал. Это российские граждане, великие граждане, начиная от императора, который, будучи молодым человеком, вдруг решил, что в Казани надо построить университет. Он умный был человек. И вот это было сделано. Я знал хорошо Лобачевского, но и всю историю этого гениального человека. Я вчера услышал и взлет, и трагедию, и непонимание того. Это надо знать. И интересно, что все ректора, профессура, вся чтица, чтица там, ну и два студента, и Толстой, и Ленин. Ну да. Вот тоже. Это история наша. И об этом должен знать каждый человек, уважающий свою страну. Но больше всего на меня произвело впечатление факультет биологии. Московский зоологический музей, где собрано, в общем-то, много чего-то, на мой взгляд, он уступает этому факультету по количеству того, что там системно, системно сделано, грамотно оформлено, бережется. Условия созданы для того, чтобы вот этот уникальный материал был. Жалко только, что это не на территории города, чтобы все могли смотреть это. Ведь никто не знает того, что там находится. Ну, мы прилагаем усилия для того, чтобы узнали. Да я знаю, что приходит, но это так же, как музей ракетно-космической техники на территории предприятия НПО «Энергия» рядом с Москвой. Но люди-то туда редко попадают, только лишь по очень серьезным звонкам. Ну, насчет факультета биологии, это теперь уже у нас институт. Ну, начиналось, да. Сердцевина, конечно. Потому что то было грамотное начало, которое потом вот выросло в очень мощный выставочный зал экспонатов и по территории, по площадям, и по оформлению, и по системе. Это просто... Я нигде не видел такого. Это очень приятно и интересно слышать. А что насчет планетария? Мы сейчас... Теперь с планетарием. Ну, давайте посчитаем, сколько планетарий в нашей стране. Сколько, кстати сказать. Да сколько. Вот планетарий московский главный. Но по техническим характеристикам планетарий в центре подготовки космонавтов гораздо выше, чем московский. Потому что мы его сами заказывали, сами выдавали технические задания. И именно он был приспособлен, адаптирован к космической навигации. Извините, что я вас перебью. Вот до эфира прозвучала фраза, что в этом планетарии, в звездном городке вы имеете возможность видеть за горизонтом... За горизонтом 250 километров, 300. Что это значит, если популярным языком? Значит, вот мы на Земле, мы видим, допустим, медведица легла на горизонт, мы ее видим на горизонте. И дальше она уходит, мы ее больше не видим. А с космического корабля мы ее увидим, когда еще она 250 километров опустится. Ну, понятно. Дальше. В Ярославле сделали в центре науки планетарий. Сделали в городе Гагарине. Он маломощный. И кто-то нецейсовская аппаратура, я не знаю, Ярославский уступает вашему. Вот. Это, пожалуй, третий. Третий. По оснащенности, по возможностям. По машинному обеспечению, по количеству звезд, по яркости, по всему. Вот. Ну, вот московский планетарий, там он начинает от заката солнца, да, и с рассветом, и под музыку, там, и горизонт сделан. Там, в Москве, здания силуэтные такие, когда человек приходит, он окунается прямо в это. Местный колорит, да, на планетарном уровне. Конечно, и там. Ну, это вопрос уже другой. Но важно, что такой планетарий есть. И дети сейчас, поколение не видят звезд. Вот живут и не видят звезд. Потому что, если в пустыне, допустим, находится тот человек с невооруженным глазом, может видеть звезды четвертой величины, если нормальное зрение. А в городе он может видеть только лишь первую, вторую величину. Засветка. Да, из-за засветки. Цветовая пелена. И когда оказываешься в пустыне, при подготовке к полету на Луну, мы проводили навигационную подготовку планетарий, а потом улетали в Сомали, и в пустыне, в пустыне, изучали южное небо. Это заход на посадку с Южного полюса. Поэтому все созвездия в районе Южного креста, мы это должны были знать. И знали, и знали. Понятно. И экзамен сдавали по звездам. Вы сказали сейчас фразу такую, да, что вот выросло поколение, или может быть даже уже не одно поколение молодежи, которое не видит звезды. И я честно вам скажу, я ее воспринял в переносном смысле. В том смысле, что выросли те поколения, которым звезды, в общем-то, и не нужны, и не важны. Они очень земные, если не сказать приземленные. Но я попрошу вас это прокомментировать чуть позже. Воспользовавшись вот этим упоминанием о молодежи, вы учились в средней школе, вы заканчивали, как и все, да? В то время, когда я учился, у нас был предмет астрономии. Кстати сказать, у многих был очень популярным. Ну и литература этому способствовала. Когда вы учились, что-то похожее было, или сам предмет вообще был в школьной программе? Ну я учился в очень хорошей базовой школе в городе Калининграде, Пруссия, Кёнигсберг. Это здание Академии художеств, знаменитое, которое внесло, в общем-то, много серьезного в искусство мирового класса. Там уж художники были. Но в городе нет планетария. Предмет астрономии был, и преподаватель физики, она же и вела астрономию. Ну, в общем-то, неинтересно. Физику интересно, а астрономию надо преподавать с любовью. Вот лирику надо, лирику воткнуть в это все. Ну все желательно с любовью преподавать. И потом-то я узнал такие, вот, ну, большая медведица. Большая, что такое большая? Это Дубге, Дубхе, Фегда, Мегрец, Мисар, Алиот, Беннетнеш. О, какие звезды! О, ужас. Ужас, ужас. И когда это детям говоришь, они говорят, так где это? Да, а это все в Большой Медведице. Вот вы мне просто сейчас тоже вливаете в уши, да. Такие слова деревянные, Дубге, Дубхе, Фегда. Но притягивают, да? В общем, вся астрономия, название звезд это арабское. Оттуда все это пошло. Так вот, плохо сделали, что отменили астрономию. Ну, посмотрите, чем не ярче города, чем больше лампочек Ильича, тем меньше возможности видеть звезды. Но все-таки... В городе вы не увидите звезды. Это правда. Вы увидите Луну, вы увидите, может быть, Сириус, вы увидите что-то еще крупное, ДНЭП увидите. Но это надо знать, где искать. И звезды можно увидеть только в голом поле, где ничего нету. Раньше-то от лучины не было засветки. От лучины, да. С одной стороны, мы радовались, что вот так, а здесь надо... Поэтому значение планетария достаточно высоко. Вернуть людей к тому, что он... где он живет, и что его окружает. Это... Чтобы он задумался, эти какие миры. Вот мы сейчас с Академиком Маровым спорили, сколько же все-таки галактик, и сколько в них звезд. Там цифры по 40 нулей. По 40 нулей сколько. Как это все представить? И вот когда ребенок будет здесь сидеть, и включить на полную подсветку наше полушарие, потом вернуть в южное полушарие, человек задумается, что мы... Маленькая песчиночка. В мироздании. А какая разумная песчиночка. Вот время, пространство. Это здесь только можно почувствовать. Планетарий. Потому что это очень большое познавательное значение имеет. И образовательное. Образовательное. С вашей точки зрения, вот, ну, есть разные формации. Вы человек, которые сформировались как личность, как специалист, как ученый, все-таки в пору Советского Союза, когда доминировали немножко другой набор ценностей, другие идеалы, можно сказать. Я возвращаюсь все-таки к этой теме, к этому вопросу. С вашей точки зрения, вот, все это, вот, возможность познавать, возможность удивиться тому, насколько мы ничтожны и при этом животворящи, какому количеству современных молодых людей это реально может быть интересно? Кого это может увлечь? Ведь, ну, общераспространенное мнение, что сегодняшние миллениумы, как их называют, там, 20, 25, 27-летние люди, очень приземленные, в буквальном смысле слова, да, и там, где можно делать деньги, не смотрят на звезды. Те, кто не видят звезды, есть ведь такой афоризм, свиньи не видят звезд. Но там говорят анатомические особенности такие. Интересно. Я закончил школу в 53-м году, далеко-далеко уже сейчас, и поступал, когда в училище летное, был конкурс одно, 13 человек на место. 13. 13. Примерно как в Абгике той поры, когда все хотели быть артистами. Да, изючтейнами. Да. Да, да. А Плехановский институт был конкурс 0,3 на место, а если ты сказал, что я волейболист или футболист, то тебя принимали бесплатно. Теперь получилось сейчас, ну, во всяком случае, три года тому назад, в летное училище истребительной, авиации, самый суровый такой, туда 0,3,1 человек на место, а в Плехановской 13. Вот все экономистами хотят быть, а экономику делают политики, они там не экономисты. Вот они туда идут. Ну, посмотрите, как все поменялось. Это не лирики, это люди, которые вдруг наслышались, где можно выгодно жить. Ну, да. Вот дальше. Слава Богу, вот сейчас пришел новый министр обороны, Сергей Кушенкетович Шойгу. Знаете, в армию пошли ребята, в училище пошли летные ребята. Вот что произошло. Все-таки процессы обратимы, вы хотите сказать? Конечно, конечно. А зависит от того, от ситуации, и как в школе об этом говорят. Вот создание юно-армейцев, вот эти суворовские, кадетские корпуса изменили облик сегодняшнего молодого человека. Не всех, конечно. Ну, да. А всех, кто там. Ну, вот. А все равно звездное-то небо осталось. Оно будет еще, нас не будет, оно будет. И мы должны понимать, что это такое. И когда человек вырос все время в городе, и только потом случайно увидел, говорит, надо же, звезды. Да еще и как красиво. Да, и как. Но я не говорю, конечно, про специальности, где звездное небо нужно для, как важный элемент определения чего-то. я имею в виду навигационной задачки в космосе, тем более, тем более, если переполет на Луну, как мы были там, без знания звездного неба, это невозможно. Ну, понятно. Потому что, ладно, программник работает, но программник имеет право отказать, вот, связь имеет право отказать. А космонавт нет. А он не имеет права. Значит, он должен самостоятельно провести коррекции орбиты, иначе он просто уйдет в мироздание, или будет болтаться там, на Землю не вернется, или влетит в Луну, или влетит в Землю с перегрузками 40-50. Вот там человек должен понять, как ему построить, значит, новую орбиту, чтобы пройти по расчетной траектории с минимальными перегрузками, и зайти в нужную зону. Возвращаясь, вернее, обращаясь уже конкретно к космонавтике и космонавтам, вот те, кто составляли первый отряд, да, космонавтов, ну, понятно, что их знали все, буквально, и, наверное, во всех странах, даже в самой какой-нибудь там глубинке африканской. А кто вот сейчас, в данный конкретный момент, работает на орбите, я думаю, вот если мы спросим, может быть, один из десяти скажет, их много, с вашей точки зрения, космонавтика превращается, или превратилась уже в некую, одну из множества профессий, в нечто рутинное, или это по-прежнему дел по-своему избранных? Знаете, все-таки, на сегодняшний день, в нашей стране, 118 человек, из 140 миллионов, а в мире, получается, где-то 450 человек, из 7 миллиардов. Вот считаете, процент отношений. Это чисто политический вопрос, и связан с непониманием руководства, того, что происходит. Я был, вот сейчас, в Англии, когда последний летал англичанин вместе с нами, и как было, английский астронавт полетел на русской ракете. Ну да. Музеи собрали со всей Англии 6 тысяч молодых людей, школьники, студенты. Королева приехала, премьер приехал. Они на всех улицах развечивали аншлаги, поздравления, мы в космосе. Вся Англия рукоплескала. Вот, а у нас это превратили в обыденщину, и в общем-то никакого понимания нет. Алексей Архипович, когда был Юрий Алексеевич Гагарин, тоже и английская королева ему рукоплескала, и чай они пили с лимонами, так как это Гагарину было удобно. У них это первый, а у нас, видите, уже 141. Понимаете, много на Земле очень сложных опасных профессий, подводники, испытатели, летчики, шахтеры, но везде есть возможность в любом случае вернуться на Землю живым, зависит от подготовки. А в космосе такой момент, когда ты не вернешься, или вернешься, мумий, вот это должны все понимать, что есть законы, если их нарушить, то это обратится трагедией, трагедией. Это вот такая профессия, которая уж очень опасная. И самая тяжелая работа, которая, в общем, на сегодняшний день существует на Земле, это работа в скафандре в открытом космосе. Я уже не говорю об опасности, а самая тяжелая работа. Такая, что... Но без этого нельзя. Детали вашей работы, ваших 12 минут, конечно, хорошо известны. распространено и распространяется такое мнение, как принято говорить, что с развитием искусственного интеллекта, автоматизированных машин, систем, во многих отраслях человека так или иначе на 100%, на 80% заменят в обозримом будущем вот эти вот, назовем их просто, роботы. Может быть, и для космонавтики это на самом деле вот тот путь, когда не надо думать, что с Марса никто не вернется. Ну, не надо посылать туда людей, пусть исследуют какие-то обучаемые, умные системы. Я понял ваш вопрос. Понимаете, здесь должно быть абсолютно грамотное сочетание и автоматизированных систем автоматических, и человека. взять хотя бы вот сегодня этот телескоп Шаттл, Шаббл, Хаббл, Хаббл, это он уже работает 30 лет, периодически он выходит из строя, и тогда туда летят ребята с нашей станции, слесаря, ремонтируют его, настраивают и возвращаются. Значит, без человека эта глубоко автоматизированная система превращается в ненужную игрушку для ученых. Все, она кончилась. Там появляется человек, ремонтирует. Поэтому, конечно, прежде чем, говорит, полететь в солнце, как говорят, я согласен, и в солнце полететь. Но только ночью. Да, только ночью. Вначале надо послать автоматическую систему. Вот, пример, перед нашим стартом Восхода-2 с выходом был направлен на орбиту. Корабль наш, такой же аналог. Там были все системы наши, и в том числе скафандр был, мой, все было сделано. Он начал работать, отработал, при этом при отстреле шлюза его закрутило сильно. А потом при заходе на посадку начало одной команды и конец другой команды сформировали новую команду на подрыв объекта. Корабль взорвался, взорвался. И мы ничего не имели. За три дня до старта, за двое дня до старта это произошло, приехали к нам в гостиницу Сергей Павлович Королев и Мстислав Селыч Келдыш и издалека начали нам объяснять, вот это так, мы знаем, объекта нет. Что будем делать? Сергей Павлович говорит, я уже дал команду ваш корабль переделать в автомат, а вам заложили новый корабль, но это девять месяцев надо, технология не позволяет быстрее. И вот нам хватило логики, не какой-то политической, а железной, инженерной. Мы первые знаем корабль с чертежей, мы прошли все вместе с кораблем, мы знаем одних аварийных ситуаций, порядка три тысячи, он так на меня посмотрел, что-то загибаешь, но говорит, в полете будет три тысячи первое, но если вы знаете эти три тысячи, то вы справитесь и с тем, что будет там. И так принято решение лететь. Вот а в полете получилось и три тысячи первое, и второе, и третье, и четвертое, и пятое, шестое, семь аварий, не описаны никакой документации. Они должны быть проявлены во время испытания. Они там были, но мы никакой телеметрии не имели, корабль погиб полностью совсем. Вот мы столкнулись, и здесь человек уже, подготовленный человек, который так с этим справился, с этим справился, с этим справился, все шло на грани, на грани. Но вот так получилось, что мы оказались выше всего этого, и, правда, пришлось уйти на полторы тысячи километров от расчетной точки посадки, но все равно мы оказались на земле, а корабль не приспособлен был для ручного спуска, это наше уже творчество, там было как выкарабкаться, как исключить все это. Поэтому должно быть очень грамотное сочетание человека и роботов, они должны работать там, где человек не может прийти, прийти и рассказать, что там есть, а после этого был человек. Пока не будет пехоты на земле, земля не будет завоевана. Понятно, интересное сравнение. Заканчивая в некоторой степени техническую тему нашей беседы, специально для тех, кто нас смотрит, молодые люди, которые нас слышали о Тесле, компания Тесла, не о Николе Тесле, а об Элоне Маске и так далее, с его фальконами, с его многоразовыми посадками ракет. У нас была программа Буран, в Статах тоже была к программам Челноков. Наша программа, насколько я понимаю, завершена, окончательно и бесповоротно к ней не возвращаются. Американцы, насколько я понимаю, свой Space Shuttle тоже заканчивают. И теперь на горизонте вдруг возникает такой модный бизнесмен, ну, может быть, ученый, конструктор, инженер, Эллен Маск говорит, вот я все, я решаю все эти вопросы. С вашей точки зрения, вот в ваших кругах это обсуждается, многие ведь говорят, что это до некоторой значительной степени шарлатанства, я уж позволю себе такое рисковатое выражение, а кто-то говорит, что нет, это реальное, это вот реальное будущее космонавтики. Нет, нет, это не так. Сейчас разговоры, как говорили раньше, признак коммунизма бросит по Европе, точно так, сейчас призрак Марса и Луны тоже среди компаний, среди журналистской компаний идет как махровые кусты. Это разговоры. Пока не будет серьезного постановления любого правительства в этой теме, никакие инвесторы не могут решить эту задачку. Я был на этом предприятии, им занимается в Лос-Анджелесе один из космонавтов, который же летал. Да, они сделали, у них стоит на стапелях корабль, который летал. Это наш корабль, мы в 1977 году проводили испытание Челомейского корабля, называют ВА возвращаемый объект. Один объект летал дважды. В варианте, он был сконструирован для трех и пяти человек. Успешно провели испытание, но вот эта борьба, которая была в то время, она ушла в сторону Союза, хотя тогда мы уже могли летать на этом ВА. На его должна выводить ракета Протон, а Протон это гептиловые двигатели, и поэтому отказались от этой схемы, схемы, на направлении. Американцы сейчас взяли, я сидел в этом корабле. Плюс они добились своего, и первая ступень после старта отделилась и вернулась, села на площадку 25 на 25 метров. Это же прекрасно, это хорошая точность. Точность-то хорошая, а теперь подумайте, сколько надо было топлива оставить за счет полезного груза. Полезной нагрузки, да. Вроде да, хорошо добились, а к чему? Зачем это нужна ракета? Сами себя повозили. Вывести груз, вывести груз, правильно. Если она себя потом садит на эту площадку, громадный расход топлива, точно такой же, как на выведении, теперь здесь, я не знаю по импульсу, сколько, ну практически однозначно. Значит, мы из полезного груза сунулись, надо ли это делать? Наверное, не надо, я бы так не делал, для меня ракета это способность выведения полезного груза, а здесь это все минус. Вы упомянули сейчас о возвращающем, возвращаемом аппарате, это ведь не буран, правильно, это другая? Нет, это обычная ракета, которая, а по бурану полностью провели испытания, я был на этих испытаниях, стоял рядом с генеральным конструктором Юрием Павловичем Семеновым, была низкая очень облачность, где-то метров наверное 400, не видно было, как он заходил, только по звуку, он вышел на привод, что-то ему не понравилось, он развернулся, ушел еще обратно, опять заходит, боковой ветер, какая автоматика однако, да, заходит боковой ветер 25 метров в секунду, он прикрывается правым креном, прикрывается, идет и сел от точки 80 сантиметров, великолепно, а я стою, хоть бы он у вас сейчас ноги переломал, он на меня, ты что, я говорю, а у нас все время вот так, кто должен делать автомат, мы на автомате потеряли три года, чтобы сделать автоматическую систему посадки, а у американцев это домовспомогательная система, а главное пилот, поскольку они хотели посадить туда по энергии инженера, а он летать не умеет, он умеет управлять, управлять, то они пошли по такому пути, который потребовал гигантских расходов, я говорю, хорошо, сейчас вот он сядет, а в следующий раз воткнется, Юрий Павлович, почему я так сказал тебе, чтобы он ноги переломал, чтобы вы допустили туда летчика-испытателя настоящего, и вы готовили летчиков хорошо, но не было заказчика, ну понятно, возвращаясь к ВА, вот он готовился под экспедицию 75-го года, насколько я понимаю, вот этот идея облета вокруг Луны и высадка все-таки на поверхность. Нет, ВА это был корабль системы Челомея, Алмаз такая группа была, военная станция, и к военной станции был вот этот. Я спросил об этом, пытаясь подвести вас вот к теме сворачивания программы, связанной с Луной, наша лунная программа, в результате мы от нее по каким-то причинам немножечко не приоткроете здесь, как принято говорить, завесу. Почему не состоялось? Ведь вы первые вышли в космос в мире и могли бы оказаться первым человеком, который встал на поверхности Луны? Нет, на облет, я был командир, было три экипажа, и по результатам полета трех экипажа должен быть сформирован один экипаж с посадкой на Луну. Два человека, на посадку шел один человек, это очень опасно, один человек. Ну, там много было вопросов таких, но главное, что произошло, в начале года 1966-го умер Сергей Павлович Королев. Вот этот человек, который координировал все, смело шел на риски, вот, а здесь вот рискованно, мы шесть кораблей запустили с облетом, шесть кораблей слетало, последний сел в шестистах метрах от старта, пятый только лишь корабль, вот мы с Олегом Макаровым проводили его электрическое испытание нас в полигоне, три месяца гоняли, тренажера не было, вот мы на самом на живом объекте, все было готово, больше того, обращались с письмом Юрия Гагарина, я в Политбюро, что надо лететь уже в пилотируемом варианте, вот, ну, кто-то там был выше, который говорил, что рискованно, и, конечно, рискованно, но, возможно, ведь шесть кораблей облетело и село, а там никого нет, и вот этот пятый объект, который мы испытывали, там получилась неприятность, и на высоте пять тысяч были отстреляны стренги, и он упал с высоты пяти тысяч на землю при отстреле лобового щита, лобового щита отстрелили и стренги, но в пилотируемом варианте этого нет, только командир экипажа может снять блокировку и отстрелить стренги. Стренги поясните для всех, Стренги – это парашютная система имеет, да, подвески, подвески. Ну, говорит, нету этого в пилотируемом варианте, только командир может это сделать. Нет, давайте пустим еще корабль один, шестой. А в это время американцы, вот как потом я уже знал, они страшно боялись, что мы шли с опережением на полгода. Фрэнк Борман говорит, я думал, что вы все сделаете и полетите, мы столько потратили времени, а вы вот дурака сваляли, не полетели. Прошло время, сейчас, значит, ну как же так, шесть кораблей без экипажа слетало, а вы говорите, что рискованно. Рискованно! Ну как же? Ну что, причина получается в том, что на каком-то вот этапе... Чисто политическое. Чисто политическое. И политическое руководство потеряло вкус к риску, вкус к тому, чтобы быть первопроходцем. Пришли новые люди, пришли вот Василий Павлович Мишин, он очень хороший был инженер, очень хороший инженер, исполнитель, но не генеральный. У меня в жизни так было, что я встречался длительное время с Борманом, вот, Брауном, конструктором ракеты. Который Вернер. Да. Вернер фон Браун, это конструктор Сатурна ракеты, на которой летали американцы. В 65-м году Конгресс был в Афинах, в астронавтике, и мы сидели целую неделю за одним столом, обедали там, Паша Беляев, я, и разговаривали. Вот он про Королева, я знал о нем. Нас отделяло всего 5 минут. Значит, когда мы пенемюнды заняли, и туда приехала бригада наших инженеров во главе с Сергеем Павловичем, кофе еще был теплый, стаканчики в чашках. Его успели вывезти, да? Американцы приехали в милитарий полис и забрали. Ну, а если бы мы... Да, я бы с вами поехал тоже. А в чем дело? Гитлер нас предал. Предал. И мы не рассчитывали, что вот это все, наши разработки, будут поставлены на военные рельсы, и что они примут вот такое вот направление. Таким образом, он... Но что он сказал? Но мы раньше начали и наша ракета ФАУ, потом это ваша ракета Р-1 цельная ФАУ. Но Королев великий организатор. Чего у меня нет, он говорит. А Королев великий... Я потом был у него... В Ханствеле в лаборатории они разрабатывали систему регенерации воды, которая у нас уже 15 лет работала. Я спрашиваю, зачем вы это делаете? А, говорит, я говорю, возьмите у нас, она же готова, 15 лет работает в системе регенерации на станции МИР. А куда, я дену своих людей? Понятно. Сергей Архимович, я... Наше время в эфире подходит к концу, и я не могу не задать примерно такой же тривиальный вопрос, с которого мы интервью начали, но немножко в другой плоскости. Наша аудитория, это преимущественно аудитория молодая, и в каком-то смысле это аудитория людей, которые, ну, должны вот по прошествии какого-то времени взять все в свои руки. Назовем это интеллектуальные элиты, назовем это будущем страны, как угодно. Что бы вы могли пожелать сегодняшним студентам? с детства два капитана Каверина бороться, искать, найти, не сдаваться. А у меня немножко другое совет вам. Это очень важно, конечно, искать, искать, искать. Только был вопрос, перед кем не сдаваться? Перед собой, наверное. Я могу сказать, что если хочешь, чтобы самое маленькое дело было решено успешно, приложи к этому маленькому делу самое большое усилие. Всегда все получится. Спасибо вам огромное за пожелания, за беседу, было чрезвычайно интересно. Это был Алексей Леонов, меня зовут Юрий Алаев, спасибо вам за внимание, до следующих встреч. Редактор субтитров,